Продолжение следует... Тема нашего сегодняшнего вебинара «Скопус полезности для публикации» проведет его наша постоянная ведущая Татьяна Телегина. Но прежде чем предоставить ей слово, как всегда, несколько слов о полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наше расписание. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары текущего учебного года. Вплоть до июня месяца 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш канал на YouTube. И на этом канале данная запись появится вскоре после окончания вебинара. Наверное, сегодня к вечеру. А тех, кто еще не подписался на наш канал, я призываю это сделать, чтобы получать уведомления о всем новом, что на нем появляется. В настоящий момент только в плейлисте вебинары у нас записи более 330 вебинаров хранятся. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта «Онлайн курсы». Кто хочет подучиться по направлениям онлайн обучения, тематическим направлениям, связанным с информационными технологиями, технологиями, связанными с информационным обеспечением контентным. Вот можете приходить, там достаточно много у нас курсов. Ну и, наконец, последняя четвертая ссылка ведет на раздел нашего сайта, где вы можете приобрести сертификаты по всем вебинарам, на которых вы присутствовали. В том числе по этому вебинару через минут через 10 после окончания вебинара будет возможность получить соответствующий сертификат. Ну и, как всегда, в конце своего вводного слова я даю информацию о трех последующих вебинарах, которые пройдут. Уже на следующей неделе, 1 октября, пройдет вебинар в понедельник, мой вебинар «Артпортал образовательный ресурс для школьников и студентов». Второго числа пройдет вебинар нашей сотрудницы Асии Бурнашевой, который называется «Ресурсный центр и иностранные языки ВБС Университетской библиотеки онлайн». Ну и, наконец, третьего в среду снова мой вебинар и снова посвященный «Артпорталу». На сей раз он называется «Ортотека. Новый формат для искусства». Вот, прошу на следующей неделе тоже на наши вебинары. Все, мое слово вводное закончено. Передаю микрофон, как говорится, Татьяне Телегиной для проведения сегодняшнего вебинара. Татьяна, прошу. Добрый день, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала, давайте по традиции проверим, все ли у нас нормально с настройками. Техника сегодня немножко капризничает, видимо, из-за дождя и похолодания. Поэтому поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видно презентацию, рабочий стол. И видно мне, и самое главное слышно. Чуть-чуть потише микрофон сейчас попробую сделать. Так, получше со звуком? Отлично. Ну, тогда начинаем. Сразу, коллеги, по ресурсам в папочке ресурса, если кто-то не знает, наверху справа в менюшке находите папочку, открываете ресурсы, там есть и презентация сегодняшнего вебинара, и я вам положила еще файлик, итоговую версию кратких рекомендаций по написанию статей для изданий, индексируемых в международных базах. Ну, у многих он, может быть, и есть, но у кого еще нет, можно им воспользоваться. Ага, сейчас попробуем, Павел Юрьевич. Да, что-то помехи пошли, сейчас попробую уменьшить. Так, сейчас получше, Павел Юрьевич. Норм, отлично, тогда идем дальше. Значит, информацию с ресурсов можно брать, и по ходу я еще скажу еще один полезный ресурс, касающийся уже не посредственного скопуса. В нашей группе на Фейсбуке я сегодня разместила полезный файлик, но про него еще чуть-чуть попозже, по ходу я уже скажу. И сегодня у нас такой небольшой вебинар по полезностям для публикаций. Скорее, он будет полезен тем, кто только собирается публиковаться в скопусе или только начинает. Ну, и для опытных мастеров, наверное, тоже что-то полезное сегодня, надеюсь, будет. Ну, и также в помощь коллегам, потому что иногда приходится и коллегам давать какую-то информацию, объяснять, вот по кафедре я с этим достаточно часто приходится сталкиваться. И мы сразу скажу, мы не будем касаться вопросов содержательных аспектов подготовки публикаций, по содержанию, по этапам разработки, непосредственно уже по работе с самим текстом, с содержательными моментами. Сразу вас хочу сориентировать, не хочу отбирать хлеб у коллеги. Будет хороший вебинар, по-моему, если не ошибаюсь, 15 октября у Натальи Модестовны Логачевой. Вот там она тоже будет касаться вопросов публикации, но будет ли она говорить про скопусы или только про ваковские публикации, ну, в принципе, они в плане подготовки текстов, они очень близки, поэтому рекомендую сходить. Там вот как раз по этим вопросам она будет давать рекомендации. Посмотрите на сайте Директ Академии, расписание вебинаров. Если не ошибаюсь, начало, где-то середина октября, 10 числа, 15, по-моему, будет вебинар. Вот туда рекомендую тоже заглянуть. А мы больше будем сегодня с вами говорить о полезностях технического плана. Как найти журнал, как выбрать, на что обращать внимание. Это, кстати, сейчас очень один из таких острых, можно сказать, актуальных вопросов в связи с тем, что появилось большое количество фишинговых сайтов, фишинговых журналов, и вот с этим тоже сейчас приходилось сталкиваться. Как не промахнуться с выбором журнала, издания, и немножко по оформлению статей. Пройдемся, основные требования. Ну, собственно, вот эти вопросы, четыре главных вопроса, которые встают перед нами, когда мы собираемся публиковать статьи в Скопусе, в частности, раз о нем сегодня речь, что, где, сколько и как. Вот по этим четырем вопросам мы сегодня с вами и пройдемся. Но первый вопрос, где это выбор научного журнала? Для этого нужно пять основных моментов держать под рукой, на них ориентироваться. Это тематическое направление, выбор издательства, обращать внимание на оценку политики журнала и оценка параметров и анализ данных о журнале. Вот как раз те ресурсы и сервисы, которые сегодня посмотрим, они последние особенно, на все эти вопросы могут дать ответы, но особенно последние два – это параметры журнала и анализ данных о журнале, из каких источников мы это можем получить, достоверную информацию. Ну и немножко о Скопусе в самом начале. Не могу удержаться, не сообщив приятную новость. По сообщениям информагентств от 24 сентября 2018 года Эльсивер, специализирующая, которому принадлежит база Скопус и Государственная научная техническая библиотека России объявили о подписании национального лицензионного соглашения, в рамках которого более 1300 научно-образовательных учреждений и организаций в России получают доступ к Скопусу. Ну, как сказано в официальном сообщении на пресс-релизе, данное сотрудничество направлено на повышение количества и качества издаваемых в России научно-исследовательских работ, а также на содействие в развитии инновационной экономики страны. На прошлом вебинаре мы с вами уже обращались к основным направлениям, в рамках которых сейчас и усиливаются требования по публикациям к преподавателям вузов уж точно. И количество Скопусовских статей увеличивается, и про ВАКовские я уже вообще молчу. Поэтому эта тема для нас, как опубликоваться, как выбрать правильно журнал, где публиковаться, как вообще работать со Скопусом, она становится все более актуальной. Ну и пара слов о самой базе. Крупнейшая база аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы. Какие области науки в основном здесь присутствуют на слайде? Есть более 70 миллионов статей, книг и материалов конференции на сегодняшний день туда входят. Более почти 24 тысячи журналов от 5 тысяч изданий. Ну и по объему, по сферам, ну примерно вот так разделяется информация, содержащаяся в Скопусе. То есть на социально-гуманитарной науке около 17%, и в основном это информация по естественным наукам и технике. Но по гуманитариям отчаиваться не стоит, там тоже достаточно много изданий, на которые следует обращать внимание. Так, страшный слайд. Чем может быть полезен для нас Скопус? Какие задачи он помогает нам решать? Не только получение галочки в отчет, что публикация в Скопусе есть, хотя это тоже бывает важно для отчетов по кафедре и по публикационной активности преподавателей. Ну и ряд еще задач, полезных решений мы можем извлечь из этой базы. Ну, во-первых, поиск идей, анализ научной тематики. Очень важный момент – это второй поиск и установление партнерства, так как в Скопусе, если мы зарегистрированы, если не зарегистрированы, то мы эту информацию вряд ли сможем получить. Но при регистрации на Скопусе мы можем увидеть профили авторов и, соответственно, для установления контактов, для установления связей, для установления взаимовыгодного партнерства это достаточно полезная информация. Есть возможность познакомиться с их работами и с самими авторами. Поиск информации – да. издание. Вот это мы можем сделать, четвертую задачу мы можем решить, даже не имея подписки и регистрации в самой базископус, даже если наша организация еще не обладает подпиской, мы можем проанализировать издания, в которых собираемся публиковать, публиковаться или уже отдаем свою статью, и подобрать то, которое наилучшим образом подходит для нашей тематики. Ну а также отслеживание научных исследовательских трендов, быть в курсе всех новаций – это, конечно, тоже важно. Ну и, собственно, карьера, публикационная активность. Ну вот основные моменты, которые мы можем сделать с помощью этой базы. Ну а теперь к самому вкусному. Важно понимать, что чем точнее тема нашей статьи совпадет с проблематикой журналов, которые мы собираемся публиковать, тем выше наши шансы не только на успешность публикации, но и на высокую цитируемость нашей статьи, от которой зависят в том числе и наши личные рейтинги. Поэтому выбор издания, анализ и учет всех параметров и критериев – это важный момент, чтобы не промахнуться. Особенно учитывая стоимость публикации в скопусовских изданиях, это становится очень таким серьезным вопросом. В базе скопус, как проанализировать… Это мы уже с вами переходим к вопросу «Где?». Как выбрать журнал и как оценить, подходит или не подходит нам это издание? Вторая часть вопроса. Где и как искать журнал? Если у нас даже нет подписки на сайте скопуса, мы вполне можем найти информацию, пользуясь фильтрами, для того, чтобы проанализировать имеющееся издание. Ссылочку я вам сразу в чат на всякий случай дублирую. По этой ссылке мы попадаем на страничку источников. И здесь все достаточно просто, интерфейс интуитивно понятен. В отрасли знания мы забиваем нужную отрасль знания, и дальше есть вот этот второй момент. Сейчас попробую взять. Вот, ура, зарисовала. Вот сюда второе поле. Здесь мы выбираем необходимую отрасль знания из выпадающего списка. А вот здесь мы можем выбирать, по какому критерию мы будем проводить поиск. Здесь можно проводить по отрасли знания, по названию журнала, если мы его знаем, если для нас важно, по издателю и по номеру ИССР. В первую очередь это, конечно же, по отрасли. Что здесь хорошо сделано в этом поисковике? Мы можем выбрать отрасль целиком, либо по категориям. Те вопросы, которые входят в данную отрасль. Что здесь удобно в этом ресурсе? Можно выбирать несколько отраслей, можно выбирать несколько категорий, то есть комбинировать их. Таким образом мы за один заход, за один клик мыши можем выбрать те смежные темы, те смежные категории, где может находиться наш журнал. Таким образом мы расширяем несколько вот эту поисковую базу. И в выпадающем списке вот мы получаем информацию по всем изданиям, с их рейтингами. И вот по одной из категорий, проведя выборку, воспользовавшись этим фильтром, получаем достаточно большой выбор изданий. В базе скобуса находятся десятки тысяч научных журналов. Это огромное количество, поэтому без фильтров мы выбрать вряд ли, что у нас получится. Но здесь нет одного параметра, который может быть для нас важен. Нет выбора. Да, вот здесь еще дополнительные фильтры приведены, по которым мы тоже можем осуществлять выборы издания. Чего здесь нет? Не здесь, не здесь. Выбора по стране, либо по региону. Только по издателю. Это не всегда бывает удобно, потому что не всегда мы знаем, какой издатель какой стране принадлежит, а для нас этот критерий может быть важным. И есть в этом случае, есть еще один ресурс, хороший ресурс, который также работает без подписки, не имея подписки. Вот то, что я вам сейчас показываю, это я сделала, зайдя незарегистрированным пользователем. Это ресурс SGR. Сейчас вам ссылочку на него тоже скину в чат. Очень удобная вещь. Он работает, можно сказать, как такой сервис для скопуса. Хотела сказать под скопусом, но это неправильно. Который позволяет нам осуществлять более расширенный поиск и получать достаточно большое количество информации. Поэтому пробовали разные способы. Мы с коллегами, как искать журналы, пришли к выводу, что начинать вот с этого сервиса гораздо удобнее и потом уже переходить на скопус для уточнения информации по самому изданию. Заходим вот сюда. Рейтинг журналов. На странице там еще много различных сервисов, но на них сейчас останавливаться не будем. Может быть, потом как-то в группе расскажу, что там еще можно посмотреть. А дальше мы получаем вот такую страничку, фильтры, которыми необходимо воспользоваться для более расширенного поиска. Первый фильтр, вот этот вот, это фильтр, который позволяет нам сделать выборку по отраслям. Это целые отрасли или целые направления науки, например, гуманитарные науки, медицина, химия, психология в целом. И таких отраслей в скопус насчитывается около трех десятков, в каждом из которых могут находиться тысячи журналов. мы уже сокращаем количество получаемой информации. Внутри каждой отрасли находится второй фильтр, который помогает нам внутри уже выбранной отрасли нам сориентироваться. Это фильтр по категориям. Вот он. Внутри медицины мы можем найти категории, например, анатомии, хирургии, онкологии или в гуманитарных дисциплинах, там, философия и история, в общественных, педагогика и юридической науки и так далее. И поскольку в каждой категории, как правило, располагается несколько сотен журналов, искать опять становится гораздо проще. третий важный, можно на этом, конечно, остановиться, но посмотрите внимательно на тот материал, который вы готовите для публикации, не спешите, подумайте, не потребуется ли вам вот этот вот третий фильтр по региону или по стране. Вот то, чего нет в скопусе. Здесь эта возможность есть. Можно выбрать как целый регион, например, восточноевропейский, он вам все страны, относящиеся к этому региону, выдаст, все журналы, которые выходят в этом регионе. Когда это может быть важно? Если ваша публикация имеет какую-то региональную привязку или может быть интересна целевой аудитории определенного региона или регионов, или изучающим определенные регионы. Ну, например, статья о новых технологиях выращивания пшевиницы в условиях вечной мерзлоты, наверное, не стоит публиковать в журналах по сельскому хозяйству кубинского или поэрто-ариканского региона, хотя по кварталям, по требованиям, может быть, мы туда и проходим, и очень хорошо это нас устраивает. Ну, вопрос, будут ли ее там искать, именно там, и будет ли она интересна, будут ли ее цитировать. Да ведь, вот подумайте с этой точки зрения, прежде чем игнорировать этот фильтр. Или там вятская вышивка, особенности вятской вышивки, традиционной вышивки вятского региона, будет ли она интересна, если будет опубликована в новозеландском журнале «РАС» и, во-вторых, ваша целевая аудитория, на которую вы рассчитываете, будет ли она искать ее там? Да, то есть игнорировать этот аспект, наверное, не стоит. Ну и потом он нас может интересовать еще в плане российских журналов, входящих в базу с Копуса. Тогда да, тогда выбираем здесь. Только имейте в виду, если вы будете пользоваться переводчиком сайта, перевод страницы сайта на русский язык, это англоязычный ресурс, то в этом случае у вас алфавитный порядок будет нарушен. То есть страны будут идти вперемешку. С этим мы тоже уже столкнулись, когда пытались осуществлять поиск. Здесь они идут по алфавиту, но по английскому алфавиту, если вы страницу не будете переводить. И четвертый фильтр, тип издания, тоже желательно использовать. Выбираем журнал, либо сборники, либо и то, и другое, либо можете оставить все, если это для нас без разницы. Но все-таки имейте в виду, опять же, такой момент, что сборники материалов, сборники конференций, да, они тоже здесь есть, они входят в базу, но под удар чисток и исключение из базы цитирования, они могут попадать первыми. Это так же, как в ринце. В первую очередь, внимание к сборникам статей конференций. Поэтому вот этот момент тоже держите. Пожалуйста, на готове, этот фильтр не игнорируйте. Ну и когда мы проводим выборку, мы получаем некий, задаем критерии, мы получаем некий результат. Результат может быть и вот таким. Выбрав отрасль науки, я выбираю вопрос, то есть слишком сужаю область поиска, выбираю категорию, выбираю по всем четырем фильтрам, прохожусь, выбираю страну и тип издания и получаю результат, что извините, такого здесь не наблюдается. В этом случае мы начинайте с изменения фильтра. Можно вообще снять вот этот фильтр, по категориям оставить только по отрасли, либо выбрать какую-то другую категорию. Что здесь не совсем удобно, в отличие от скопуса. Вот тот самый случай, когда у каждого ресурса свои плюсы, свои минусы. Здесь нельзя выбрать несколько категорий. Вот если в скопусе это можно было сделать, то есть одновременно посмотреть журналы из нескольких смежных категорий. Здесь этого сделать нельзя, только одна категория. Поэтому приходится, на это затраты времени, конечно, уходят, это не очень удобно. Но что поделаешь, если бы нос Ивану Никифоровичу да колобую Петра Петровича, вот бы жених получился. Но, к сожалению. И если мы расширяем поиск, вот я сняла эту категорию, сказала, давайте-ка мы оставим отрасль ту же самую, а категорию мы отсюда расширим, я ее убираю. Все остальные параметры оставляю те же самые. Я получаю список журналов, из которых я могу уже делать выборку, ориентируясь по тем параметрам, которые здесь представлены. Как по ним ориентироваться, это мы сейчас с вами поговорим. Обращайте еще внимание, когда вы выбираете вот на такие слова. в отраслях они практически не встречаются в списке, а вот в списке категорий у вас может попадаться вот такое в скобочках вставленное слово. Это означает, что это журнал более общего направления, не узкоспециализированный, поэтому, можно сказать, мультидисциплинарные журналы. Поэтому смотрите, может быть, с них и имеет смысл начинать. На них в первую очередь, может быть, и имеет смысл ориентироваться. А дальше мы начинаем выбирать наш журнал из списка. Да, кстати, еще один важный момент, который может присутствовать. Некоторые журналы, следует учитывать, что некоторые журналы могут одновременно находиться в нескольких отраслях и в нескольких категориях. попадать и туда, и туда, и из нескольких позиций мы один и тот же журнал можем с вами находить. Ну, к этому просто нужно привыкнуть и не пугаться, если это происходит. А дальше, вот используя четыре фильтра, отрасли, категории или подраздел регион и тип издания, на этом ресурсе можно сравнительно быстро найти небольшое количество журналов, которые индексируются в скопус и подходят для публикации нашей статьи. Как выбирать дальше журнал для публикации из полученного списка? После того, как мы получаем несколько десятков журналов или десяток, нам нужно выбрать наиболее подходящий. может быть не единственно правильный или на 100% лучший, но тот, который подходит именно для наших публикаций в данный момент. И для этого нам нужно проанализировать статистику и учесть некоторые моменты, некоторые критерии. На что здесь обращать внимание? Первый момент. Количество статей. Количество опубликованных статей в журнале за последний год. Это вот это вот. Total Docs и за последние три года. Вот эти два столбца. Вот на них обращаем внимание. Эти показатели имеют определенное значение. Вот, например, выборка по журналам экономической тематики, изданным в России по отрасли экономики. Когда я ее сделала, то мы видим, что вот он, журнал. Под номером 3 опубликовал в прошлом году сколько у нас там? 44 статьи, да? А всего за три года 52. В то время как журнал под номером 2 опубликованных за год 132 статьи за прошлый год и 245 за три предыдущих. Естественно, многое здесь зависит не только от цифры статистики, но еще и от того, насколько общий журнал или узкоспециализированный. Но в целом можно предположить, что чем меньше статей журнал публикует в течение года и в течение последних трех лет, тем, скорее всего, там может быть высокая конкуренция и труднее пробиться туда с рукописью, особенно если это журнал из высокого квартеля. Еще это может говорить о том, что журнал только недавно вошел в базу скопуса. Здесь нужно обращать внимание еще на такой момент, как квартель. Если это здесь будет стоять значение 4, да, то и малое количество опубликованных статей за прошлый год или за предыдущие три года, то, скорее всего, это новый журнал, который только-только вошел в базу скопус, либо он нестабильно развивается, очень медленно развивается, поэтому занимает низшие позиции. И вот дальше уже нужно смотреть по самому изданию, стоит ли нам рисковать туда публиковаться или нет. Ну, на данный момент номер 2 у нас пока лидирует по количеству публикаций. Скорее всего, мы выберем его. Вот этот момент, на который нам следует обращать внимание во вторую очередь, это квартиль. Что такое квартиль? Это та же самая гильдия. Вот как у купцов были свои гильдии, членство в которых зависело от размера их капитала, как в современных компьютерных играх есть гильдии в зависимости от, если можно так сказать, сферы деятельности их персонажей, героев, так и издания, индексируемые в скопусе, тоже входят в определенные гильдии в зависимости от соответствия или несоответствия определенным критериям. Вот эти гильдии называют квартилем. Всего их в скопусе 4. Да, это своеобразная такая градация, гильдия, которая очерчивает статистическими показателями журналов, то есть сколько они получили цитат. И на основе вот этих библиометрических показателей определяется авторитет и востребованность журнала научным сообществом. Ну, можно сказать, так, степень его престижности, крутизны, может быть. Все журналы из одной области науки, в каждой области, в каждой отрасли науки журналы делятся по кварталям. И 4 группы, в зависимости от степени цитируемости. Выше запоминаются легко, Выше, почти Выше, Среднее и Низшее, да, начально. Высшая категория журналов, как правило, это высокорейтинговые журналы, в которых чаще всего нет открытого доступа. Они распространяются только по подписке и издаются авторитетными организациями или высшими учебными заведениями, ну, а также крупными издательскими домами типа «Эльзивер», «Дегройтер» и прочим. Что здесь важно знать? Журналы из этой категории рецензирование очень жесткое, сроки рассмотрения статей очень большие могут доходить до года или лет. Стоимость публикации очень высокая. Рекомендация по этой категории, если Вы не лауреат Нобелевской премии, если Вы не сделали какого-то значимого для мировой науки открытия и о нем хотите сделать публикацию, то рекомендация одна можно не пытаться. Особенно для аспирантов или обычного доцента кафедры, коим сейчас тоже требования по скокусу предъявляются о публикации статей, по-моему, одна статья скокусовская в год. Это не наша категория, мы вряд ли до нее доросли. Второй квартиль почти высшая категория, как говорят у меня студенты, пере 4 не до 5, 5 с минусом. Вот многие журналы из этой категории могут входить в высшую, высший квартиль в другой в другой отрасли или в другом подразделе. Поэтому они очень близки. Здесь тоже очень высокие требования к статьям, очень высокие расходы на публикацию, на обработку рукописей и сроки рассмотрения. Здесь можно попробовать, но опять же предварительно хорошо взвесить все свои силы. Статья должна быть безупречна как по содержанию, так и по оформлению и интересна именно этому изданию. Они должны быть в ней заинтересованы. Поэтому хорошо, если у вас есть некий авторитет уже в научной среде, тогда больше шансов, что вы туда прорветесь. А вот наша категория это скорее оставшиеся две. Третий и четвертый квартель. Вот это наш вариант. В третьем квартеле могут находиться журналы менее известных издательств, менее крутые, менее престижные, но не менее значимые. Желательно присмотреться к изданиям именно из этого квартеля. Почему? Требования к статьям здесь помягче, опубликоваться полегче, стоимость совершенно другая. Сами журналы уже твердо закрепились в скопусе. То есть у них уже есть авторитет в этой базе данных. Поэтому вот это наверное самая подходящая категория для нас. Четвертый квартель смотрите очень внимательно. Часто здесь находятся либо медленно развивающиеся журналы, либо совсем-совсем молодые, которые только-только вошли в скопус и сравнительно недавно начали индексироваться в базе данных. С одной стороны это самая реальная публикация, самый реальный вариант. Соответственно здесь и сроки и цены. не то что в предыдущих трех, но единственный момент, на который стоит обращать очень пристальное внимание, нужно быть очень осторожными и смотреть, чтобы рейтинги журналов из этой категории не были нулевыми. Про эти рейтинги мы посмотрим, на что обращать внимание. Сейчас на примере как раз с вами разберем. вот посмотрите в один и тот же квартель кстати внутри журналы тоже ранжируются и ранжируются они по вот он видите SGA рейтинг да показатель вот наверху над квадратиком который указывает нужную категорию так что если увидели цветной квадратик не радуемся сразу бросаться обращаем внимание еще вот на этот показатель это тоже библиометрический показатель поэтому мы смотрим параллельно и на квартель и на значение SGA AR или рейтинга платформы его еще называют импакт фактором скопус в скопусе нет импакт фактора на вот этого знакомого знакомая аббревиатуры и F есть вот вот этот показатель он является импакт фактором своеобразным скопусом это рейтинг журналов составленной группой исследователей Семаго компания которой принадлежит этот ресурс рассчитывается для скопусовских изданий и позволяет оценить научный уровень опубликованных работ исходя из количества значимых цитат на каждый документ то есть это некий определенный уровень престижности журнала в рамках одного квартеля цитата из журнала с более высоким показателем SGA имеет больший вес чем цитата из журнала соотносительно более низким показателем SGA соответственно вот этот момент нужно учитывать то есть вес цитирования будет абсолютно разным и если для нас важно наращивание своего импакт фактора то на вот этот момент импакт и нашего рейтинга то на этот момент следует обращать внимание так не пугайтесь коллеги если случайно случайно прервание связи могут происходят быстренько перезагружаемся я к вам вернусь никого не бросим следующий момент на который следует обращать внимание после вот этого показателя по показателям кстати у нас будет отдельный вебинар по библиометрическим показателям индексам и там мы уже более подробно будем говорить о всех этих обозначениях которые встречаются поэтому вот эти два два показателя на которые мы в первую очередь обращаем внимание когда начинаем выбирать издание следующий важный момент на который следует которым следует уделить наше внимание это количество цитат количество цитат которые получили журнальные статьи этого издания за последние три года вот это важный показатель он нам показывает насколько популярен этот журнал насколько хорошо цитируются работы из него хотя бы смотрите для чего нам еще нужно понимание вот этого SGR сейчас я карандашик себе верну и количество цитирований количество цитат вот их лучше смотреть в комплексе смотрите какая интересная штука у нас получается вроде бы вот этот наш номер третий цитируется вообще шикарно да но рейтинг у него в том же квартеле что и у второго например номера он ниже а здесь было всего 48 цитирований но показатель рейтинга у него выше о чем это может говорить дальше их можно сравнивать дальше мы еще посмотрим когда смотрим более подробную информацию по каждому журналу мы можем увидеть и обратить внимание на то что может быть кто-то из них позже начал цитироваться в базе скокуса и это имеет свое значение кто-то раньше но смотрите какая интересная штука вот как раз к значимости цитат здесь цитат меньше но если этот показатель выше СЖАР то значит более значимые издания цитировали работы размещенные в этом журнале из второго и первого квартеля с более высоким СЖАР или таким же то есть вес каждой цитаты он достаточно большой здесь показатель ниже хотя цитат больше значит не столь престижные издания цитировали эти работы размещенные в этом журнале поэтому это тоже тот момент на который следует обращать внимание и ответ на вопрос на который нужно дать себе ответ в первую очередь прежде чем бежать размещать в тот или иной журнал что для вас важнее чтобы вашу работу быстрее увидели больше цитировали неважно в престижном непрестижном издании пусть там из четвертого квартеля но чтобы цитаты были это тогда вот сюда в номер третий если для вас важен некий статус статусности изданий и вес весомость ссылок имеет значение тогда лучше смотрим номер второй начинаем с него то есть вот эти два показателя они взаимосвязаны между собой на это тоже нужно обращать внимание на эту связку и дальше мы уже можем проверять журнал получать более подробную информацию ну вот как это делается очень просто смотрим вот остановились мы на выборе на выборе между вторым и третьим номером что как посмотреть дальше дальше просто кликаем по названию журнала и попадаем на страничку данных об этом журнале здесь тоже содержится море полезной информации проверяем журнал вот здесь я вам не советую пользоваться поисковиками казалось бы чего проще забил забил в поисковик в тот же гугл или яндекс название журнала и все посмотрел все требования заодно да сразу цены и прочее вот этого делать не стоит лучше оставаясь в этом же сервисе все проверить сначала здесь внутри а потом уже переходить на внешние на внешние ресурсы есть риск попасть на фишинговые сайты вот это сейчас тоже одна из проблем просто судя по количеству публикаций сообщений в чатах форумах и вообще в интернете на эту тему это уже просто шквал пошел такой вал фишинговых я бы даже сказала не фейковых сайтов изданий а фишинговых сайтов но чуть попозже я вам про них расскажу и как не попасть на эту удочку поэтому для начала пользуемся возможностями самого ресурса выбираем списки журнал открываем и видим всю информацию по нему что издается в россии индексируется сразу в нескольких разделах с копуса вот они кстати вот она информация и мы можем увидеть что он в нескольких отраслях в разных категориях индексируется поэтому кстати если вот такая ситуация происходит то в разных категориях журнал может иметь разные квартели на это тоже обращайте внимание какая из этих категорий ваша под какую тематику вы свою работу собираетесь публиковать видим информацию об издателе тип издания проверяем вот это важная вещь номер ССН по которому и потом в открытых источниках лучше проводить поиск не по названию журнала а по номеру ИССН и вот важная информация для нас с вами что он индексируется с какого нас шестнадцатого года в скопусе совсем совсем недавно но на данный момент его индексирование в базе не приостановлен продолжается все нормально все окей он в базе можно брать на заметку ну и плюс H-индекс троечка это нормально для публикации все можно публиковаться здесь же кстати на этой же страничке полная информация по журналу мы можем получить более расширенные такие визуализированные графики дающие полную информацию по этому журналу с момента его индексации в скопусе то есть более подробно если нужно можно посмотреть ну и вот вся подробная информация она здесь здесь есть следующий шаг который мы делаем это мы проверили по базе SGR если сомневаетесь в принципе они подкачивают всю базу они связаны со скопусом но на всякий случай всякое бывает в жизни лучше проверьте по самому скопусу заходим на страничку скопуса вот здесь где у нас написано отрасль знаний мы с вами выбираем номер SSN копируем его сюда вставляем и простым нажатием на кнопочку мы получаем уже из самого сайта самой базы скопус информацию подтверждения что да все правильно это точно наш журнал вот все его данные они совпадают с теми данными которые приведены в рейтинге на сайте SGR все отлично это это дополнительная хотя кажется дополнительная проверка но это стопроцентный вариант как исключить возможность различных накладок недостоверности информации и уж тем более не попасться на удочку фишинговых сайтов можно открыть также информацию полную по журналу в самом скопусе также по названию но единственное чего здесь нет если мы не зарегистрированные пользователи то вот весь обзор по публикациям этого журнала мы отсюда получить не сможем нам ее показывает что она есть но прочитать мы не можем потому что мы не зарегистрированы а в остальном все статистические данные по журналу мы можем отсюда получить а вот дальше вы можете уже посмотреть сами требования все мы посмотрели нас это все устраивает хотим публиковаться Что дальше? А дальше я вам сейчас полезную ссылочку еще раз повторю. Это на проверку источников в базе Scopus. И дальше мы можем уже проверить сам сайт издания. Вот здесь важный момент. Лучше искать по ИССН. Если мы заходим с поисковика, тот же Яндекс, например, или Гугл, набирайте не название издания, так вы минимизируете риск попасть на фишинговые сайты. А ИССН больше шансов, что вы попадете все-таки на сайт издания. Вот она вам выдает. Переходим на сайт и проверяем всю информацию, насколько это тот сайт, на который нам нужно попасть. С иностранными журналами, кстати, здесь несколько попроще. Здесь может содержаться вот такая вот отсылочка прямо с ресурса СЖАР, с этого рейтинга журналов, сразу на сайт издания. И тогда мы всю информацию проверяем уже непосредственно на сайте. С нашими журналами, кстати, не во всех, не везде в полной информации о журнале, вот такая вот ссылочка есть прямая на сайт издания. Поэтому нам приходится иногда залезать, к сожалению, в открытые поисковики. На что обращать внимание на сайте издания, на что смотреть? Вот эти пять важных моментов, которые обязательно должны присутствовать и не вызывать у нас вопросов, либо каких-то сомнений в отношении того, фишинговый или не фишинговый это сайт. Ну, во-первых, ССН обязательно должен быть опубликован. Во-вторых, проверяйте, есть ли информация о составе редколлегии. Есть ли информация о редакционной этике и редакционной политике этого издания. На фишинговых сайтах, как правило, этого нет. Общие требования, требования к оформлению материалов. Вот здесь тоже смотрите, какая информация размещается на сайте. Это раздел, иногда идет раздел автором. Ну, здесь все вроде нормально. Есть и общие требования, есть описан порядок лицензирования, этические правила, в том числе и авторов. Есть стандарты оформления. И самое главное, здесь можно скачать образец лицензионного договора. Он выложен в PDF-файле. Вы можете его изучить, проконсультироваться с юристами. То есть это признак нормального сайта. На фишинговых сайтах, как правило, этой информации нет. Они могут ограничиться только общими требованиями к статьям и ценой. Обязательно будет указана цена. И все. То есть на ваш вопрос прислать лицензионный договор. Либо будет молчание, либо после оплаты. И вот этот момент архив номеров на сайте порядочного издания, на порядочном сайте издания, не фишинговом, он пустым не будет. Если сайт фейковый или фишинговый, то вот такого-то архива вы не увидите. Причем он доступен для просмотра. Статья открывала. Действительно, любой номер за любой представленный здесь год можно открыто посмотреть, прочитать. Они лежат в открытом доступе. На фишинговых сайтах, как правило, этого нет. То есть может быть, но совершенно пустые, либо вообще нет такого раздела. Это вот те моменты, которые позволяют нам не попасться на удочку мошенников, которых сейчас развелось, кстати, очень много. Еще один вариант себя обезопасить. Ну вот здесь можно спокойно уже обращаться в издательство и вести переговоры о публикации. Кстати, вот здесь я посмотрела. Публикации бесплатные, в том числе и для аспирантов. Но срок, то, о чем мы говорили, хотя это журнал третьего квартеля, то, о чем мы говорили, срок где-то 5-6 месяцев, не меньше рассмотрения. Политику журнала. Для оценки политики журнала, особенно зарубежного журнала, можно воспользоваться вот этим вот ресурсом. Он позволяет найти данные о редакционной, о этической политике того издания, в которое мы собираемся публиковаться. Еще один момент, на который... Вот это вот те... Давайте я вам тоже эту ссылочку на этот ресурс, на шерпу... На всякий случай в чат кино. Вот это вот те основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда мы выбираем наш журнал. По рецензированию. Когда готовите текст статьи, сразу обращайте внимание на те критерии, по которым ваши статьи будут проходить процедуру рецензирования. Вот эти моменты, что в основном оценивается, они здесь на слайде приведены. Все эти пункты, прям вот такой лист самоконтроля, такой чек-лист готовности вашей публикации к прохождению редакторского цикла, к отсылке в редакцию. Насколько они отражены в вашей статье. В той или иной степени они практически во всех скопсовских изданиях присутствуют. Поэтому лучше пройтись по всем критериям и быть готовыми. Вопрос, сколько. Трендовые журналы используют обычно две бизнес-схемы. Классический open access. И открытый журнал может целиком базироваться либо на какой-то одной из этих схем, а может их сочетать. Часть статей в таком журнале может публиковаться в классическом порядке, часть в открытом режиме. Классическая публикационная бизнес-схема. Это тот момент, на который тоже при выборе издания обращайте, пожалуйста, внимание. Классическая публикационная бизнес-схема это распространение статей по подписке, когда платит не автор, платит читатель. Или сам лично покупает нужную статью, или уговаривает, или упрашивает библиотеку своего университета или организации подписаться на весь журнал. Цена вопроса может быть различной, может сильно варьироваться. Цена доступа к одной статье может 40-50 долларов, а ежеквартальники, например, от 500 долларов стоят. Поэтому, если вы выбираете, присмотрели себе журнал, который использует именно такую бизнес-схему, для вас это бесплатно, но на какие-то редакционные расходы они все равно могут просить деньги, на процедуру рецензирования, на публикацию и прочее. Вот здесь обращайте, пожалуйста, внимание. При таких условиях издатели и редакторы очень сильно заинтересованы отбирать только очень качественный материал для своих статей, тот, в котором они будут уверены на 100%, что он будет хорошо и много цитироваться, и хорошо раскупаться. Поэтому требования здесь очень жесткие. Как правило, это первых двух квартелей журналы по такой схеме работают. При этом можно стоять из минусов такой схемы, можно стоять годами в очереди, чтобы опубликоваться, и уровень цитирования ваших статей тоже может зависеть от того, будут ли платить читатели за этот материал, за эти статьи. «Быстрее и дешевле» – это вторая схема, это схема открытого доступа Open Access. Здесь ускоренная редактура, публикация может быть бесплатной для читателя, например, материал может размещаться бесплатно для скачивания на самом сайте журнала, как мы, кстати, в предыдущем варианте с вами видели, видели, да, открытые архивы, либо все, либо часть материалов, она открывается. В этом случае издательские расходы журналу возмещает сам автор. Причем здесь речь идет не об оплате самого факта публикации, а об оплате вот этого доступа к статье для читателя. Это принципиальная позиция издания работающих на этой схеме. И многие журналы, кстати, чтобы соблюсти чистоту, можно сказать так, чистоту процедуры, они могут предлагать автору самому выбирать, в каком режиме будет опубликована статья. И после того, как будет пройдена процедура рецензирования, и журнал подтверждает, что ваша статья будет опубликована. Это вот в основном журнал, который работает на сочетании этих двух бизнес-схем, классической и открытой. Взнос для открытого доступа в разных журналах разный. Может быть и 1000 евро, может быть и 3000 долларов. И на стадии экспертизы и подготовки публикации могут потребоваться оплата отдельного редактирования, рецензирования, если необходимо, использование цветной печати, дополнительные таблицы схемы, рисунки. Это тоже все может регулироваться денежным эквивалентом, деньгами. Причем все это без гарантии, что ваша статья будет в конечном счете опубликована. Поэтому вот здесь очень внимательно и нужно относиться к выбору издания и знакомиться с условиями, с требованиями, которые они предъявляют. Конечно, здесь нужно стараться не нарушать эти требования, особенно в части оформления, потому что за дополнительные схемы, таблицы, рисунки, они могут с вас брать дополнительные деньги. Конечно, здесь быстрее всего приходит ответ и быстрее проходит процедура рецензирования. Есть еще один вариант, который в базе скопус не индексируется, размещенные здесь материалы. Это вот третий вариант репозитории или метод автодепонирования, когда работа выкладывается в военной репозитории или хранилище. На прошлом вебинаре я вам про это говорила, вот адрес одного такого хранилища я вам здесь привожу и ссылочку на всякий случай скину. Это, скорее всего, для совсем начинающих авторов, если ваша работа не носит такого супер уникального характера, супер открытия. Преимущество – это немедленный доступ читателя к вашей работе, быстрое получение реакции коллег, ну, неформальной, скорее, реакции коллег. Поэтому очень часто авторы депонируют неопубликованные работы, для того, чтобы проинформировать общественность, либо собрать обратную связь, ну, такая процедура при рецензировании в качестве оценки, например, своей статьи, ее готовности для публикации в солидном издании, какие-то материалы по этой статье, ну, да, вот, можно воспользоваться этим ресурсом. Но это всего лишь хранилище, поэтому статьи здесь такой серьезной и глобальной процедуры рецензирования, как в серьезных изданиях, они не проходят. По оформлению статей. Не буду отнимать хлеб у Натальи Модестовны, которая 15 октября расскажет как раз про различные этапы и содержательную часть подготовки научной статьи. Просто очень кратко пройдемся, о чем следует помнить, да, структура научной статьи выдерживаема, она такая же, как и для ваковских статей примерно. Пять основных моментов обязательно должны быть, но могут быть и различия в зависимости от того, какой тип публикации мы планируем в Скоксовском издании. Будет ли это исследовательская статья, обзорная или краткое сообщение, здесь требования могут несколько отличаться. И количество элементов, оно немножко побольше, и его следует придерживаться. По оформлению. По оформлению и стандартам, в первую очередь, библиографических ссылок и списка источников, которые в статье обязательно должны присутствовать. Во-первых, в отличие от нашего ГОСТа, запятая между фамилией и инициалами автора не ставится, это для англоязычной версии, для описания референсов Скоксовских изданий. Название источника набирается курсивом, и обратите внимание, ссылки на какие издания в первую очередь приветствуются. Это на статьи журналов, сборников статей, научные труды, материалы, конференции. Лучше, если это статьи, опубликованные в Скоксе, хотя бы часть из них. По русскоязычной части статьи «Список источников» ориентируемся по ГОСТ-2008. И список источников для журналов, индексируемых в международных базах, он состоит из двух частей. Это русскоязычная и референсис, конкретноязычная часть статьи. Вот референсис оформляется в соответствии с одним из принятых международных стандартов оформления списков источников, который принят в конкретном издании. Используется, при этом используется транслитерация. Русскоязычный текст переводим в соответствии с принятой транслитерацией в данном издании, на английский язык. Разные типы могут быть, поэтому здесь тоже обращайте внимание, какой тип транслитерации принят в данном конкретном издании, где вы публикуетесь. Ну и можно использовать ресурс для корректировки списка источников в соответствии с требованиями издания, воспользоваться ресурсом, знакомым наверняка многим, транслитерацией. Международные стили. Требование к оформлению референсис англоязычной части может базироваться на одном из наиболее часто используемых восьми международных стилях оформления библиографических списков. В прошлом году мы очень подробно каждый из этих стилей рассматривали, проходились по ним. Вот здесь я вам информацию даю, это не просто название стилей, это гиперссылки на те ресурсы, где размещены либо пособия по оформлению этих стилей, либо на некоторых сайтах, например, вот этот MLA, гарвардский стиль, у них есть встроенные уже на сайте помощники, генераторы, такие интерактивные пособия по составлению описаний. Поэтому вот ими удобно пользоваться, и я вам сюда ссылочки на них бросаю для того, чтобы на слайде, для того, чтобы вы могли ими воспользоваться, когда будете выбирать нужный стиль. Ну, чем они отличаются? Примеры библиографического описания книги и статьи я вам сюда отдельными слайдами тоже привожу. Так как в разных стилях какие могут быть отличия в качестве образца, для того, чтобы быстрее можно было сориентироваться, я их вам здесь даю. И напоследок, по требованиям. Значит, смотрите, по исследовательской статье количество ссылок, то есть полный текст статьи, где-то в районе от 25 до 40, в разных изданиях скокуса разные требования, естественно, не отличаются, но это общие моменты, где-то около не менее 25 ссылок. В обзорных статьях может быть где-то от 40 до 80 ссылок, потому что обзор, там достаточно много ссылок будет идти на работы других авторов по данной тематике. И в кратком сообщении ссылок не менее 8. Причем где-то, если у вас идет в районе 10-15 ссылок, где-то 2-5 должны быть из свежих изданий, не позднее последних 5 лет публикации, желательно, чтобы это были тоже издания, индексируемые в скопусе. Не забывайте, пожалуйста, когда оформляете свою работу, еще писать сопроводительное письмо, когда отсылаете материал. Краткое содержание статьи, контактные данные автора, корреспондента и всех соавторов, которые писали эту статью, указывать свои полные имя, адрес электронной почты, иногда просят почтовый адрес, все контакты для связи. И очень часто издания просят присылать отдельно текст статьи и отдельно рисунки, изображения, таблицы отдельными файлами. Даже если вы это все вкладываете в одну папочку, либо архивируете и отсылаете одним архивом, обязательно в сопроводительном письме указывайте количество отображаемых элементов в статье, то, что вы прикрепляете отдельно. Потому что что-то потерялось, что-то не нашли. Вот это обязательно должно быть. В разных изданиях, когда смотрела, вот это требование очень часто звучит. И обращайте внимание, при отборе статей в сколпасовские издания, особенно чем выше рейтинг СЖАР, чем выше квартель, очень серьезное внимание обращается на то, публиковалась ли статья ранее, и не находится ли она в процессе рассмотрения другим журналом. Это может, вот эту информацию тоже желательно указывать в сопроводительном письме, но желательно, чтобы это было правдой, потому что в противном случае это может быть отказ, это может быть занесение в черные списки, и вас просто исключат из числа потенциальных авторов, и в это издание вы уже никогда в жизни не прорветесь. Поэтому на это тоже, пожалуйста, обращайте внимание, но в сопроводительном письме это лучше указать. Объем в зарубежных журналах чем исчисляется? Наталья Николаевна, смотря для чего? Если мы пишем данные для отчета в зарубежном, публикация в зарубежном издании, для своих отчетов о публикационной активности преподавателей, например, кафедры, то там во всех печатных изданиях указываем печатные листы. Там указывается в печатных листах. По электронным изданиям здесь надо смотреть, если есть печатная версия, то тогда в печатных листах. А, требования журнала. Наталья Николаевна, по-разному в основном идет по количеству страниц либо по авторским знакам. Но это надо смотреть уже по самим требованиям журнала. Вообще, спасибо большое, Наталья Николаевна, за вопрос. Я посмотрю обязательно в группу, примеры вам приведу, как требуется в зарубежных изданиях. Марина Борисовна, повоз. Повоз уточнить можно, но лучше в группу, потому что сейчас, коллеги, мы уже с вами подобрались к концу нашего сегодняшнего вебинара. Мы сегодня все-таки с вами больше про скопу сговорили. Но, Марина Борисовна, приходите к нам в группу, либо сейчас можете во вкладочку вопросы свой вопрос написать, и я обязательно на него отвечу. Как связаться сейчас напишу. Кстати, вот сейчас еще один важный момент. Чуть не забыла вам. Спасибо большое, Марине Борисовне. Как проверить журналы, исключенные из списка скопуса? Последние данные за август 2018 года. Не помню, в начале вебинара я давала вам или нет. Я ее даю вам сюда. Вот эта страничка самого издательства Север, страничка скопусовская, вторая, по-моему, строчка сверху, но в крайнем случае сайт переведете на русский язык для переводчиков сайта. Список, файл, к сожалению, он у меня сюда по-моему не прикрепился. Не вижу я его. Сейчас попробую сюда. А нет, вот, вот есть, все, прикрепился, можно, можно его скачать. Должен открыться, вот этот discounted sources from scopus excel файлик самые последние данные на август 2018 года по изданиям исключенным из скопусовской базы, из базы скопус. Ссылочку можно найти на самом ресурсе, это я вам ее чуть повыше вот сейчас дала, можете ее себе сохранить, просто периодически посмотрите, они очень часто публикуют вот такие вот исключения. Плюс Марина Марина Борисовна по способам связи. Так что такое не то. Сейчас я вам дам ссылочку на нашу группу в фейсбуке. Техника сегодня не хочет копировать и вставлять. Можно записаться в эту группу, вот этот же файлик, если вдруг у кого-то не скачалось или нет возможности сейчас скачать, он в нашей группе, я его уже выложила, он там есть и периодически новые обновления, туда тоже буду размещать по изданиям, которые исключаются из базы. По мусорным журналам Вероника Эршатовна, как определить без списка Билла, либо по исключенным журналам в Скокусе или в Ринце, вот у нас следующий вебинар будет по Ринце, там мы тоже пройдемся по списку Билла, но смотря, что вы имеете ввиду мусорные журналы или фишинговые сайты, фейковые сайты. По фейковым мы сегодня с вами посмотрели, я вам рассказала, как это определять. По мусорным опять же смотрите, когда отбираете журналы по базе Скокуса, так как сегодня про Скокус, то про Скокус. Обращайте внимание на те показатели, о которых я сегодня вам рассказывала. То есть это квартели, это SGR, и это данные по цитированию, и плюс информация о самом журнале. Потому что если журнал находится в Скокусе с момента его основания, и все еще в четвертом квартеле и всего было процитировано за последние три года один документ, либо вообще ноль, ну это большой вопрос. А не претендент ли это на вылет? Поэтому на анализ вот этих рейтингов журналов, который опубликован на том же ресурсе SGR, по нему можно, опять же, в результате анализа показателей можно будет определять, насколько это мусорный или не мусорный журнал. А про рейтинговские мы с вами на следующем вебинаре уже более подробно поговорим. Итак, коллеги, всем большое спасибо за сегодняшнюю встречу, за участие. Если есть какие-то вопросы во вкладочку вопросы, можно будет написать, либо задать вопрос в группе. А сейчас я, наверное, буду заканчивать и передавать. Спасибо всем за участие в вебинаре. Спасибо Татьяне за подробный вебинар, подробное освещение темы. Я хотел бы заметить, что те из вас, кто хотят приобрести сертификат, могут это сделать по вот этой ссылке. Она приведена выше. И еще раз ее привожу. Сертификаты уже готовы. А вас я жду на наших следующих вебинарах, которые состоятся на следующей неделе. Следующей неделе опять у нас будет полная, заполненная вебинарами. 5 вебинаров в 12 часов каждый день. Всего вам доброго. До новых